Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня. Говорящие автобусы. Общественный транспорт будет оснащаться специальными звуковыми устройствами для слабовидящих людей. Ломать и строить. В Анапе планируется строительство нового детского сада на месте старого, отслужившего свой срок учреждения. Ушел в лес и не вернулся. Чтобы такого не произошло, анапский отряд «Кубань Спаса» дает рекомендации. Автобусы в Анапе будут в буквальном смысле рассказывать о маршруте. Для слабовидящих пассажиров это жизненно необходимая услуга. С будущего года наличие этой и еще ряда систем будут обязательными условиями для допуска автобусов на маршруты города-курорта. Это прибавит комфорта всем пассажирам без исключения, а также и самим водителям. Главное меню. Сообщение. Есть сообщение. Проверяем, что сообщение. Один. Всероссийское общество слепых. Анапской местной организации. Два. Режим работы. С 8.30 до 16.30. Внимание. При входе лестницы. Четыре ступени вверх. Ручка двери справа. Дверь открывается на себя. Похожие устройства в следующем году должны появиться в городском пассажирском транспорте. Владелец такого брелка будет вводить номер маршрута. После того, как автобус подъедет, система ему сообщит. А водителю поступит сигнал о том, что посадку осуществляет слабовидящий пассажир. Над дверью сработает ориентирующий звуковой сигнал. Сигнал ориентирования травмы. Все, теперь на звук пошел. Говорят, что человек незрякий, когда садится в транспорт, такую же нагрузку испытывает, как пилот гражданской авиации при аварийной посадке. То есть он не видит ни автобуса, ни номера его, ни что подошло, ни куда оно едет, ни откуда, ни где находится дверь. Если он будет сориентирован и на транспорт, и на дверь. В городском обществе слепых считают, что появление таких информаторов на транспорте станет неплохим началом для обеспечения аналогичными приборами в социально значимых учреждении и логично дополнит уже имеющуюся в городе специальную тактильную плитку. Кроме того, надеются, что в будущем к проекту присоединятся предприниматели. Учитывая то, что брелки универсальные, то системой смогут пользоваться жители других городов, что актуально для курорта. В транспортном отделе городадминистрации говорят, что обеспечение такими приборами с будущего года станет обязательным условием для допуска перевозчиков к конкурсу. Кроме того, городские автобусы уже начали оснащать текстовыми табло, а также автоматическими системами для объявления названия остановок. Конечно, идет это не так быстро, как хотелось, в связи с тем, что прибора еще недостаточно. Может быть, где-то отсутствует сервисная служба. Непосредственно в Анапе, которая бы могла качественно это все настроить. То есть, по мере приезда специалистов, как-то все это подстраивается, настраивается. С будущего года это также обязательный элемент доступной среды, предусмотренный федеральным законом. Всего в городе ежедневно на маршруты выходят около 300 автобусов зимой и порядка 400 летом. В целом, система автоинформации добавит комфорта всем, без исключения пассажирам, особенно гостям города-курорта. А водителю не нужно будет отвлекаться на объявление остановок. Водители анапских автобусов проедут по трассе «Формула-1». Маршрутчики из Анапы примут участие в краевых соревнованиях, которые стартуют на днях в Сочи. Об этом рассказал начальник отдела по транспорту и связи управления ЖКХ города-курорта Анапа Юрий Кудрявцев. Город-курорт представят четверо. По двое в двух категориях автобусов разной вместимости. Отбирали в первую очередь из водителей, у которых в течение календарного года не было нарушений правил дорожного движения, нареканий со стороны пассажиров, а также оценивалось состояние транспортного средства. Помимо класса вождения, водителям предстоит показать свои знания правил дорожного движения, а также навыки оказания первой медицинской помощи. Мероприятие проводится впервые, и в Управлении по транспорту и связи не исключают, что аналогичный конкурс в Анапе появится и на городском уровне. Сегодня состоялось заседание 17-й сессии Совета муниципального образования. Депутаты рассмотрели ряд важных вопросов. Народные избранники утвердили вносимые изменения в бюджет города-курорта, а также обсудили новшества в налоговом законодательстве. О сути изменений в главном финансовом документе доложила заместитель главы Анапы Яна Дуплякина. Доходная часть бюджета увеличилась на 30,8 миллиона рублей за счет поступлений, краевых трансфертов и дополнительных налоговых платежей. Средства будут направлены в социальную сферу по программе «Доступная среда» на реализацию мероприятий по предупреждению детского дорожного травматизма, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и другое. Уточненный объем доходов составит 4 миллиарда 130 миллионов 32 тысячи рублей, расходы 4 миллиарда 226 миллиона 887 тысяч рублей. Дефицит бюджета не уменьшится в составе 96 миллионов 855 тысяч 800 рублей и не превысит ограничения установленных в бюджетном кодексе. Серьезные изменения произошли в налоговом законодательстве. Принципиально поменялся подход к расчетам налога на имущество физических лиц. Отныне рассчитывается налог исходя из кадастровой стоимости объекта, а она соответствует рыночной. Это приведет к повышению суммы налога в 3,5 раза. Введен переходный период. Все начисления разобьют на 4 года. Познакомиться с документом решения Совета об установлении налога на имущество физических лиц можно будет на страницах газеты «Анапская Черноморья». Публикация запланирована на первую половину ноября. Управление образования отчиталось о распределении детей в детские сады. На очередном заседании комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений Анапы были озвучены цифры, сколько детей получили постоянные места, сколько пошли в группы коротковременного пребывания и какое количество маленьких анапчан было распределено по докомплектованию. Ежегодно с 1 июня по 1 сентября происходит комплектование детских садов. Родителей в обязательном порядке информируют о предоставлении места. Но, несмотря на это, количество дождавшихся своей очереди всегда разнится с реальными цифрами, идущих в сады. И тут начинается второй этап – так называемое доукомплектование, которое осуществляется в течение всего года. 2741 очередних, то есть те детки, которые стоят в очереди, получили распределение. Но всего в детские сады зашли и оформляются 1923 ребенка. Потому что есть детки, которые не подтвердили льготу, они не смогли получить путевку, как льготники, возвращены в общую очередь и будут ждать очереди. Есть детки, которые отказались от предложенных мест, их порядка 155. 34 очередника, по нашим данным, выехали за пределы муниципалитета. И 601 человек, то есть родители законные представители, просто не обратились за путевками тоже по разным причинам. Проблема мест в детских садах все же стоит остро. Связано это с постоянным притоком населения и высокой рождаемостью. Глава курорта Сергей Сергеев держит этот вопрос на личном контроле. И сегодня в Анапе предпринимаются реальные шаги для решения проблемы. С 2013 года введено дополнительно около 2000 мест путем реконструкции детских садов, строительства дополнительных модулей и открытию нового детского сада «Волшебная страна». Также на средства инвестора строится детский сад на улице Лазурной, который даст еще около 200 мест. Кроме того, управлением капитального строительства подана заявка в краевую программу жилища на финансирование строительства детского сада в хуторе Воскресенский. Частично проблему решают группы кратковременного пребывания. Сейчас в них заняты 723 ребенка. И еще одно важное событие. Детский сад номер 2 «Орленок», признанный аварийным, получит новую жизнь. Наконец-то Краевая комиссия приняла решение о сносе старого здания и, как заверили в Управлении образования, на его месте вырастет новый, современный детский сад. По детскому саду «Орленок» уже выполнена проектная сметная документация на строительство здания на 80 мест. В настоящий момент весь пакет документов находится на государственной экспертизе Краснодарского края. И мы сейчас ожидаем разрешения от Краевой комиссии на снос аварийного здания. На этом месте будет построен светлый новый корпус на 80 мест. Это будут большие помещения с музыкальным спортивным залом, где деткам будет очень хорошо и комфортно заниматься. Поэтому детский сад мы там будем строить. Поэтому надеемся, что все желающие попадут в этот детский сад. А чтобы попасть в детский сад, необходимо встать в единую краевую электронную очередь. Для этого родителям следует обратиться с заявлением в единый многофункциональный центр. Муниципальное предприятие «Ремстрой» успело до начала осенней слякоть благоустроить аллею на улице Тургенева. Она по-настоящему преобразилась. Там уложили новую плитку, установили беседки и урны. Сейчас работы по благоустройству идут на участке улицы Краснодарской. Ремстроевцы начали укладывать новую плитку на участке улицы, расположенном от Крымской до Новороссийской. Также вдоль дороги здесь будет оформлена газонная часть шириной 2 метра. Ее впоследствии украсят цветы и трава. Сейчас бригады работают по отчетной стороне улицы, а после перейдут на противоположную, где также оформят газоны и проведут укладку плитки у главпочтанта. Также в ближайших планах установка спортплощадок для сдачи норм ГТО на территории школ номер 6 в Анапе и номер 12 в Станице Анапской. Эта осень была особенно богата на грибы. Жители города и сельских округов семьями отправляются в лес в поисках ягод, грибов и орехов. Многие при этом проявляют удивительную беспечность. Только за последние три недели на территории муниципального образования заблудились в лесу пять взрослых и четыре ребенка. Благодаря оперативным действиям спасателей все грибники были найдены и спасены. О том, как предотвратить подобные случаи, смотрите в нашем сюжете. Для анапских спасателей осеннее время не менее напряженная пора, чем лето. Нынешняя осень не стала исключением. Беспечные собиратели лесных даров в поисках грибов и ягод, игнорируя элементарные правила безопасности, порой забираются в такие места, что самостоятельно выбраться уже не могут. Для специалистов анапского отряда Кубань-Спас вызовы, связанные с поисков заблудившихся людей, не редкость. В таких случаях по тревоге стягиваются все силы специальных служб. Так совсем недавно искали пропавшую в лесах Гастагая женщину. Пол седьмого вечера поступил вызов. Получасовая готовность, весь отряд нужно было собрать. Все собрались в течение получаса, разделились на группы и выдвинулись в соответственный район, который был указан. В данном месте мы развернули осветительные приборы, стоянку, скоординировали свои действия по карте, по GPS. Также была проведена работа, привлечены к работе были сотрудники полиции, родственники, с ними мы переговорили еще раз. Скоординировали план своих действий, район поиска и выдвинулись в соответственном направлении в составе трех групп. Женщину обнаружили спустя почти пять часов ночью, недалеко от станицы Раевская. После оказания необходимой помощи пострадавшая была доставлена в Анапу. В поисках заблудившейся принимали участие несколько десятков человек. Это спасатели, казаки и сотрудники администрации. МЧСники говорят, происшествия можно было избежать, если бы соблюдались элементарные правила безопасности. Отправляясь в лес на прогулку для поиска ягод, грибов, вам необходимо оценивать свои физические возможности. Пожилым людям желательно не уходить далеко от населенных пунктов. Предупредите родных и близких о том, в каком районе вы собираетесь гулять, в какое время планируете вернуться. Возьмите с собой телефон, зарядите его, возьмите дополнительную батарею, если такова имеется. Необходимо брать с собой спички, нож. Не одевайте камуфляжную одежду, одевайте яркие вещи. Вас трудно будет найти в случае вашей потери. Если же вы все-таки заблудились, постарайтесь не паниковать. И помните, чем быстрее вы известите о происшествии экстренной службы, тем выше шанс вернуться из леса живым и невредимым. В случае, если все-таки вы или ваши родственники потерялись, мы напоминаем телефоны экстренных служб, они сейчас на экране. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин